караул срочно китайское правительство банит криптовалюты федеральная резервная система не намерена запрещать криптовалюты всем привет вы на канале крипты комманс как по учебнику просто как по учебнику ребята и знаете что самое прикольное вот они дурят абсолютно вот так водят нас с вами за нос но давайте разберемся подетальнее как они водят нас за нос и что вообще происходит чему можно верить чему говорят покупай на слухах продавай на новостях смотрите когда китайское правительство банила coin market cap и coin гека 28 сентября перемещаемся на график и видим что 28 сентября это была финальная нижняя точка но то есть что они сделали они заставили вот здесь слабые руки продать как это и было всегда как я вам говорил постоянно если вы подписаны на мой канал в семнадцатом году также банили криптовалюты ты чё вообще удивляться то если кив китае как бы в принципе это коммунистическое государство там как бы ничего нельзя там даже секс запрещен походу какие криптовалюты вообще учет но что характерно когда у нас вышла новость о том что фрс не намерены запрещать криптовалюты новость вышла 30 сентября и посмотрите на график 30 сентября бам ракета точно как мы рисовали с вами кстати точно как мы ожидали отскок от этих уровней так вот ну для тех кто меня смотрит и вы наверное ничего для вас удивительного нету как я и говорю когда 9 из 10 топят за падение или хотя бы не верят в продолжение роста все происходит точно да наоборот почитайте просто чаты комментарии и вы сами все поймете а мы с вами ждали ретест вот этого предыдущего сопротивления мы сходили выше ни разу к нему не откатились и вот наконец-то мы вернулись на его ретест как поддержки и удержали как поддержку и отскочили абсолютно бычий знак абсолютно ожидаемая история и все кто набрались терпения и подождали здесь на всю котлету не входили сейчас зашли по отличной точке в лонг на мой взгляд дисклеймер конечно не финансовый совет и так что же все таки сказал джерем пауэлл председатель фрс давайте послушаем вас спросили о cbdc или цифровых валютах центральных банков а их влияние на стейблкойны и другие криптовалюты и вы сказали вроде я цитирую точно вам не понадобится стейблкойны вам не понадобятся криптовалюты если у вас есть цифровая валюта соединенных штатов так чтобы было понятно если у вас намерение забанить или лимитировать использование криптовалют как мы видели в китае нет и я сразу понял что я оговорился уберите слово криптовалюта из этого предложения и я бы сказал довольно понятно что цифровые валюты центральных банков могут но нет намерения банить нет намерения банить стейблкойны они как фонды денежных рынков как депозиты в банке но не в некоторой степени вне регуляторного периметра и было бы верно если бы они были регулированы таким же образом ну и вот как вы уже поняли ничего такого не сказал кроме того что они не собираются банить криптовалюты но при этом что собираются регулировать стейблкойны и в этом конечно ничего хорошего нету тоже могу сказать и опять же раз уж мы говорим о том что покупай на слухах продавай на новостях возможно сейчас в какой-то момент все-таки будет разворотная . неплохая неплохая разворотная . краткосроки опять же то есть я ничего не говорю возможно мы сейчас пойдем выше перепишем вот этот локальный хай и потом опять же будет сильный пролив как вариант перед продолжением роста чтобы вынести всех вы же понимаете да уже что рынок это те еще качели вот и на этот случай сегодняшнее видео как раз мое будет не про тузымун а про то что хотелось бы вас предостеречь вот например по эфиру несмотря на то что мой остаток моих трейдов здесь в крышесносном профите уже и по эфиру и по bitcoin по xrp на байбит вот эфир классик только пока из просадки выходит тем не менее я чертил тут такую штуку еще вот до этого пампа когда все топили за дамп я на всякий случай себе начертил куда мы в принципе можем еще упасть ну вот какие-то некие линии поддержки тут вот такие замедляющиеся которые мы ломали сначала вот эту поддержку сломали потом вот эту сейчас вот на этой отбились и в принципе мы все еще можем на самом деле дипануть куда-нибудь вот в эту область по примеру вот этой предыдущей коррекции понимаете никто же не отменял то есть мы сейчас можем быть где-то вот здесь вот исходя из этого фрактала и все еще выпасть из него вниз на более глобальное двойное дно вполне себе что такое может быть но я не говорю что это точно будет ключевое слово может быть а может и не быть поэтому надо понимать что если вы ждете более вкусных цен по эфиру по битку не важно по битку если вы ждете 38 то надо понимать что они могут быть а могут их не быть да то есть оттуда где мы сейчас уже это грубо говоря, мы должны сделать вот так. А может этого и не быть. А вот то, что биткоин идет наверх, сток-то-флоу, все дела, и мы летим на 100 тысяч, это, ну, в принципе, неотвратимый факт. Напишите в комментариях, согласны вы с этим фактом или нет. Поэтому вот такое вот сегодняшнее видео вам пишет для размышлений. И больше, наверное, это видео вопрос, чем ответ. Как вы считаете вообще? В бычьем мы рынке или в медвежьем? Потому что многие уже уверовали в то, что это медвежий рынок. Для меня это отличный знак того, что мы в бычьем. Многие сказали, ну все, у нас тут понижающиеся эти. Понижающиеся пики. Сейчас, если мы еще нарисуем понижающийся минимум, то все, это уже будет технически медвежий рынок. Но, если мы нарисуем повышающийся минимум, даже если пойдем наверх, то все будет отлично, потому что чем дольше мы тремся в боковике, тем лучше для обычного рынка. Сейчас объясню, почему. Да, но сейчас мы идем наверх, поэтому я не удивлюсь, если мы сходим и наверх, и вниз, и еще потремся. Я не удивлюсь даже, если мы улетим прям сразу на Луну, что тоже будет прекрасно. Но глобально, если мы вернемся с вами на недельный таймфрейм, в нашу логарифмическую модель, то мы можем видеть, что чем дольше мы будем идти к all-time high, тем лучше, потому что all-time high будет все выше и выше, как и дно. Потому что сейчас, если мы улетим вот прям такой палкой на Луну, то у нас, в принципе, потолок движения где-то 150 тысяч. При том, что дно рынка сейчас у нас медвежьего рынка, я подчеркиваю, в районе 25 тысяч. То есть, в принципе, мы туда ниже уже не должны опускаться. Но если мы будем идти туда долго, через флэт, через накопление, то вершина будет уже 200 с чем-то тысяч. И дно к тому времени уже будет 40 с чем-то тысяч. А, соответственно, к дну медвежьего рынка следующего дно может быть уже в районе 60 или даже 80 тысяч, как вы можете видеть. То есть, смотря, опять же, когда мы туда придем. Поэтому терпение и труд все перетрут. Не забывайте, что могут быть вот такие вот выпады, конечно же, но из нашего канала. Но это значит, это говорит нам о чем? Что могут быть, значит, и вот такие тоже выпады. Так вам на заметку. Если биток улетит куда-нибудь сильно выше 300 тысяч, или даже на миллион двести, как да Винчи говорит, то может быть и вот такой выпад. И там уж точно не надо будет лонговать. А скорее шортить на всю котлету. Поэтому не знаю. У меня лично ничего не поменялось. Мои черепашьи трейды висят прекрасно. Биток лонг выравнивается. Видим хорошее движение по битку. Это не может не радовать. Отскочили четко от нашей поддержки. Идем наверх. На байбите, как я уже сказал, эфир, биткоин и хриплы тоже висят лонги. Вот это все, что я тут расчертил, можно убрать. Это просто на заметку. Но в целом да, никто ни от чего не застрахован. Так что, ребят, что тут скажешь? Фандинг в основном негативный. То есть значит, что больше народу шортит. На Окиксе только вот позитивный, значит, больше лонгуют. Новости, как вы поняли, уже ничего общего с ценой не имеют. И я так вам скажу, если будет много бычьих новостей, то это будет сигнал на краткосрочный шорт. Но в целом, судя по тому, что все медведят, то это признак, конечно, долгосрочного лонга. Который, в принципе, не отвратим по битку. Ну и по дэшу апдейт для дэш-тузэмунеров. Все прекрасно. Вот мы нашли дно в районе 150, как вы можете видеть. И вот у нас сейчас пошла трендовая наверх. Посмотрим, как мы ее удержим. Прямо сейчас мы пробиваем сопротивление в 185 долларов плюс-минус. Возможен такой вариант, что мы пробьем это сопротивление, а потом вернемся на его ретест. Такое бывает часто. Поэтому хорошая точка входа, на мой взгляд, будет вот здесь. Можно будет ставить короткие стопы, если вы торгуете со стопами. Ну а в целом еще раз вам глобально напоминаю, где мы находимся. Посмотрите, где мы сейчас. Как мы сражаемся с этой серединой логарифмического канала. И не знаю, как вам, но мне это напоминает вот этот момент и вот этот момент. В принципе, больше тут таких моментов на графике я не вижу. Вы, может быть, могли бы сказать, что это вот этот момент, но тут я вам возражу, потому что тут рынок был медвежий, как и здесь тоже. Рынок был медвежий. А сейчас, как вот здесь рынок был бычий, так и здесь рынок был бычий, так и сейчас по всем параметрам рынок бычий. Поэтому делайте с этой информацией, что хотите. Дисклеймер не финансовый совет. А с вами был Гриня, это канал Crypto Commons. Всем профитролей и до встречи в следующем видео. Пока.